Вам же, наверное, когда-нибудь приходилось смотреть фильм ужасов, но тупой, вроде «Помидоров убийц». Так вот, в Одессе сейчас происходит то же самое. Местные паблики полны советов, вроде «Как попроситься в супермаркете в туалет и переждать, пока уйдет патруль, чтобы на кассе вам не вручили повестку в армию». Идет натуральная охота. Повестки вручают в магазинах, торговых центрах, детских площадках. На Медни начали даже на пляжах, закрытых, заминированных. Но там, где народ привязывает к бортику пирса ведро и поднимает его, чтобы облиться морской водой. Мужики в армию не хотят, но даже временное проживание не по месту прописки уже не помогает. Раньше, помнится, в сети сливали места дислокации гаишников. Теперь по такому же принципу указывают места, где шарятся военные с повестками. А не успевшим выехать деваться некуда. Ситуацию прокомментировал спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук. Тот самый, что еще в 2013 году не расставался с Георгиевской ленточкой. Вот что заявил украинский патриот. Да, выдать повестку могут на улице, блокпостах и где угодно, это законно. Получение повестки не значит сразу мобилизация, но прохождение военно-врачебной комиссии обязательно. За неявку в военкомат без уважительных причин положен штраф от 1700 до 3400 гривен. За уклонение от призыва на военную службу при мобилизации грозит уголовная ответственность от 3 до 5 лет. При этом у ужаса есть и обратная сторона. Это как раз тогда, когда вечером местные кафешки набиты респектабельными господами от 18 до 60 лет, которых призыв в армию, как бы это помягче сказать, не волнует, короче. И вот тут вам Братчук уже не прокомментирует. Это же Одесса, ребята, с ее экзистенциальным нутром, суть которого за последние 30 лет переродилась исключительно в натуральный обмен. Вечером деньги, утром нет повестки. Утром деньги, вечером нет повестки. Тут уже, скажем так, стартовая цена, по некоторым данным, составляла от 3 до 5 тысяч долларов. И если же, предположим, у гражданина проблема с пропиской или уголовное дело имеется какое открытое, то цена может доходить и до 10. Ну, вы поняли, почему господа спокойно тусуют по ресторанам, а в армию идут нищие. Еще и штрафы за уклонение их родственники потом платят. А тем временем очередей в военкоматы как не было, так и нет. Вот такой вам трындец, такое кино, такая у этих барыг война.